Добрый вечер! Вы смотрите информационную программу «Факты» в студии Артём Васенко. И далее расскажем о главных событиях этого дня. Вертолёт Робинса был значительно разрушен вследствие возгорания и последующего термического воздействия. Техническая неисправность или ошибка пилота в Новороссийске разбираются в причинах крушения вертолёта. Такая книга нужна. Особенно молодёжи. 40 подвигов в одной книге. Память Великой Победы оживёт на страницах альманаха от армавирских студентов. Финансовый результат должен трансформироваться практически. Деньги на школы, детские сады и новые дороги. Власти региона обсудили на Краевой планёрке планы на 2020-й. У троллейбусов складываются их штанговые токоприёмники и дальше они уже идут на заряде от аккумуляторов. Места хватит всем. На дороге Краевой столицы выпустили табун рогатых лошадей. Волонтёры из 80 стран мира собрались в Сочи. Там сегодня стартовал международный форум «Доброволец России-2019». Он объединил около 7 тысяч участников. Это лидеры объединений, представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Программа «Слёта» разбита на два блока. Деловая часть пройдёт 3 и 4 декабря в главном медиа-центре. А сегодня по графику «Добрые дела». Яна Кулешова о бесценной помощи детям и природе. Непыльные работы волонтёров не назовёшь. Спортсмены, педагоги и врачи в свободное время не прочь поработать граблями. Главное, чтобы на пользу общества. Сегодня в специализированном доме ребёнка высадился целый десант добровольцев, чтобы помочь благоустроить территорию. Для добрых дел и дождь не помеха. Волонтёры со всей страны подготавливают почву для детских забав. Очищают игровую площадку и природный уголок от опавших листьев. Чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кенкерли в числе добровольцев. Он приехал на международный форум из Москвы. Первый день мы приехали. Мы немножко очищаем эту площадку от мусора, от старого. Уже подготовка к зиме такая идёт. Сразу в бой, как говорят. Раньше в бой это в ринг, а теперь в бой делать хорошие дела. Сегодня Эльдар тренирует молодых спортсменов и расширяет ряды приверженцев здорового образа жизни. Шекер Беликова из Тюмени, семейный врач по профессии и волонтёр по состоянию души. Добровольческую деятельность практикует в медицинской сфере. Просвещает население, как не угодить на больничную койку. Если надо, не отказывается и от физического труда. Это полезная часть на самом деле. Она отвлекает. Потому что в этом году я посетила множество форумов. Уже честно устали сидеть в кабинетах, сочинять проекты, просто сидеть, слушать постоянно. Вот хочется делать это руками. Нуждаются в помощи не только люди. Природа тоже ждёт поддержки. Эко-волонтёрство – один из самых популярных видов добровольческой деятельности. Активисты трудятся в заповедниках, лесах, очищают пляжи и заливы. Сегодня их миссия немного проще – уборка и высадка деревьев в парке Южной культуры. Хотя и здесь есть где развернуться. Территория огромная, почти 20 гектаров. Дмитрий Пикалов доброволец со стажем в Зеленогорске, обучает школьников бережливым технологиям. В Сочи впервые. Инженеры радуют не только тёплый климат, но и возможность помочь. У наших волонтёров это очень развито. Субботники, высадка деревьев у нас в городе тоже. И это очень сильно, конечно, команда образует. Быть добровольцем – состояние души. Труд, за который платить не будут. Но не это главное. Волонтёрство объединяет не хуже тимбилдинга. Вырабатывает командный дух и коммуникабельность. Да и учёные утверждают, что бескорыстная помощь улучшает настроение и борется с хронической депрессией. Волонтёрем. Волонтёрство – это образ жизни. Это надо прочувствовать. Надо с этим жить. Волонтёрство, ну как вам сказать, мы помогаем этой помощи как отдающему, так и нуждающемуся. Мы в проектах участвуем по работе. Устроили некий эко-офис. Цель проекта – эколого-благотворительная акция. Собираем пластик, сдаём на переработку. Вырученные средства направляем в фонд помощи детям. На этом «Добрые дела» волонтёров не заканчивается. Полезная программа международного форума продолжится завтра. А в главном медиа-центре стартует деловая часть. В течение двух дней участники будут налаживать партнёрство ради общих целей. На полях форума пройдут дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами. Ключевым событием станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России». Яна Кулешова, Алина Сорокина, Артур Завада, Сергей Щербин, Александр Сорочан, Кубань-24, Сочи. Новые школы, больницы и дороги. Сотни социальных объектов для шестимиллионной Кубани. На всё это уже удалось собрать 286 миллиардов рублей. Поступления в краевую казну превысили аналогичный период прошлого года. За оставшийся месяц копилка региона должна увеличиться ещё на 20 миллиардов. О том, как пополняется бюджет и куда расходуются деньги, расскажут Александр Иванченко. Подведение финансовых итогов года – это всегда волнительная пора для чиновников. Сухой язык статистики наглядно демонстрирует реальные результаты проведённой работы. На сегодняшний день в краевую казну поступило больше 286 миллиардов рублей. По расчётам экономистов, за оставшийся месяц в региональную копилку добавятся ещё 20 миллиардов. Финансовый результат, он положительный. Но ещё раз подчеркиваю, почему я так корректно говорю, положительный. Финансовый результат, потому что финансовый результат должен трансформироваться в практический результат. В жизни жителей нашего края возможности посещать спортивные кружки, детские сады, школы, поликлиники, больницы. Вот там наш финансовый результат должен быть виден. У нас распределение краевых субсидий на следующий год достаточно активно уже идёт. Поэтому давайте максимально все лимиты, которые мы должны довести до муниципальных образований, доведём до начала следующего года. Потому что чем быстрее мы их доведём, тем быстрее они приступят, в том числе и к строительству и ремонту социальных объектов, спортивных объектов, дорог. Игорь Николаевич, вот возведите эту ситуацию на контроль. Возможность довести субсидии в города и районы до Нового года появилась впервые. Благо, что деньги в бюджете есть. Уже перечислены больше 20 миллиардов рублей по линиям Министерства образования и Минтранса. То есть на одни из самых жизненно важных направлений. Подпитывать социальные программы финансово позволяют налоговые поступления. Это основная часть доходов краевой казны. НДФЛ у нас занимает в объёме доходов консолидированного бюджета треть. И как мы понимаем, что от динамики поступления этого доходного источника, собственно говоря, зависит в целом сбалансированность бюджета всех уровней. У нас тут должен быть единый подход коллеги, принципиальный. Не важно, кто ты, олигарх, который платит миллиарды налога на доходы физических лиц, или наёмный работник, который должен там заплатить тысячу рублей. Это здесь ничего героического нет. Это требование законодательства. Главный экономист Кубани Игорь Галась тактично напомнил об этом в последний день уплаты имущественных налогов для физических лиц. Как ни парадоксально, но люди с хорошими квартирами на дорогих машинах часто оказываются официальными безработными. Неформальная занятость – серьёзный удар по экономике всего региона. При таком избирательном подходе отдельных граждан к своим законным обязанностям, странно, что они продолжают рассчитывать, например, на отремонтированные дороги или социальную инфраструктуру. Мы видим, что основной фактор, который может повлиять, это всё-таки большая вовлечённость в правоохранительные контролирующие органы. Коллеги, давай делайте, коррадиционное совещание при губернаторе делайте. Протокол включайте первая половина февраля по скрытой занятости. Коллеги, именно коррадиционное совещание при губернаторе, чтобы все присутствовали, все смотрели. И тогда только конкретно уже по всем составляющим этой проблемы мы должны говорить. Там, где фискальные не дорабатывают, там, где правоохранители не работают, там, где главы не дорабатывают. Нельзя зарабатывать в крае и никаких налогов не платить. Наглядный пример того, как тратятся полученные в бюджет деньги – рост финансирования ряда краевых фондов. Только фонд развития промышленности в текущем году составил полтора миллиарда рублей. Отрасль, в свою очередь, отреагировала увеличением объёмов отгруженной продукции. Показатель уже достиг 230 миллиардов рублей. Но средства выделяют не только на поддержку бизнеса, но и для помощи простым людям. Например, тем, кто не может получить собственные квартиры в долгостроях. Мы дополнительно предусмотрели более 2 миллиардов рублей. Это финансирование фонда по работе с обманутыми дольщиками, а также фонда промышленности, микрофинансирование. Эти средства будут планово финансироваться в декабре месяце. Поэтому исполнение несколько выше у нас, чем в прошлом году. Текущие поступления в краевую казну уже превысили прошлогодние темпы. Одновременно пополняется и региональный дорожный фонд. Однако, несмотря на это, сразу в нескольких районах местные ремонтно-строительные управления часто сидят без работы. При том, что сложно назвать все дороги хорошими. Венимин Кондратьев попросил не снижать в муниципалитетах финансирование по развитию транспортной инфраструктуры. Не ниже предшествующего года должно быть финансирование по дорогам. Точно, чтобы мы могли и бюджет максимально прогнозировать, но и дороги делать. Это тоже очень важно. В каждом муниципальном образовании, в каждом. Если бы мы не росли, но мы же растем. Растем, значит, опуститься ниже, чем есть, не можем. Потому что мы качество и количество здесь должны наращивать с точки зрения того, что у нас финансовые возможности позволяют. В следующем году консолидированный бюджет края превысит 353 миллиарда рублей. А значит, деньги на ремонт дорог, строительство школ, больниц и других социальных обязательств власти уже зарезервированы. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Также на совещании обсудили вопрос питания учащихся. Не во всех школах региона есть столовые. В Ейском районе детям приходится питаться в соседнем колледже, в Кущевском. И младшие и старшие классы кормят гарнизонная кухня. На предыдущем совещании Вениамин Кондратьев давал поручение разобраться в ситуации. Мы в ваше поручение выполнили, значит, и анализ мы сделали. Что у нас получается? У нас 8 сегодня школ в Краснодарском крае не имеют столовых. То есть реально, за исключением трех малокомплектных школ, где учатся 29, 40 и 90 человек, в пяти школах, конечно, нужно строить, пристраивать. Тогда вот поручение Министерства образования и протокол уносите, и глава Министерства образования, готовить проект. Это, в первую очередь, вы заинтересованы совместно с Министерством образования, готовить проект. И до 1 июня проектная документация на столовые в школах, там, где их нет, должна быть. Таким образом, около тысячи учеников получат возможность нормально питаться непосредственно в школе. На Кубани комбинаты питания обеспечивают едой почти 20% учреждений. В третье образовательных организации обеды готовят самостоятельно. В остальных учебных заведениях поставкой еды занимаются частные предприниматели. К другим темам. Правоохранители рассматривают сразу несколько версий крушения вертолета «Робинсон» в Новороссийске. Наиболее очевидный из них сильный ветер и неисправность машины. Обстоятельства трагедии выясняют в рамках уголовного дела. Его завели в Южном следственном управлении на транспорте. Воздушное судно рухнуло в районе поселка Дюрсов в субботу. Пилот погиб, он был на порту один. Вертолет «Робинсон» был значительно разрушен вследствие возгорания и последующего термического воздействия. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Она предусматривает наказание от 5 лет принудительных работ до 12 лет лишения свободы. Свою проверку проводит и Южная транспортная прокуратура. Движемся далее. Развенчанные мифы о русских трудностях при покупке лимонов и первые итоги уникальной операции. Уже знаменитая на всю страну и не только девочка Бэтмен Луна Феннер покинула Краснодар. Но прежде мама ребенка Кэрол и врач-онколог Павел Попов провели большую пресс-конференцию. Как живется Луня и Кэрол вдали от родных? Заметны ли уже результаты нашумевшей терапии, которую за границей не применяют? А в нашей стране ее освоила только одна клиника. Подробности в сюжете Александры Проскуриной. Зал полон телекамер, а на столе целое созвездие микрофонов и диктофонов. Пройти мимо этой пресс-конференции журналисты не могли. Нашумевшая история маленькой Луны Феннер получает первое логическое завершение. Промежуточное, конечно. Отдавая дань интриги, ребенка привели на пресс-конференцию в повязке. Хотя вопрос, а что под ней, был главным заманившим сюда СМИ. Но для начала несколько слов о самой операции. В программу входило удаление невуса на коже лба и обработка ресничных краев век. Дело в том, что самое сложное в работе с невусами – это удаление их с век. Поэтому обработка ресничного края – это самое сложное и самого сложного. Павел Попов, который заманил в Россию гражданку США, проводит операции лично. Его метод кардинально отличается от общепринятого за границей, впрочем и в нашей стране. Как правило, невус – это огромное родимое пятно, способное переродиться в меланому. Удаляют поэтапно, лоскут за лоскутом. На их место имплантируется кожа пациента, растянутая при помощи спандера. Все это занимает годы. В то время как убрать маску Бэтмена с лица Луны Попов обещал максимум за полтора. А то и быстрее. Вот, например, первый этап лечения уже завершен. В клинике к нам очень хорошо относятся. Луна уже идет на руки ко всем докторам. Я довольна результатами анализов и итогом первых операций. Ребенок чувствует себя хорошо. Родимое пятно с лица Луны убирают при помощи лазера. Это фотодинамическая терапия. В пораженные участки кожи вводят специальный препарат, который накапливается в пигментных клетках. И они становятся чувствительны к лучу. Таким образом, лазер удаляет только пораженные участки. Вот эта часть. Кожа была тоже левая. По-своему, сейчас ее ребенка тут нет. У лейки тоже у ребенка на значительном протяжении стали светлыми. Такое внимание со стороны и врачей. Но от него никуда не деться. И со стороны СМИ история все-таки редкая для российского медиапространства. Луну Феннер порядком утомила. Но девочка стойко перенесла и смену родного дома во Флориде на клинику в далеком Краснодаре. И больше двух месяцев без отца он зарабатывает деньги на лечение. И нестерпимый зуд от заживления ран. Она пытается, когда кожа начинает заживать, она пытается постоянно дотронуться до лба. Это хорошо происходит регенерация. Я пытаюсь занять ее игрой или как-то отвлечь от бандажа. Доктор рекомендовал не снимать его. В этом сложность. Но она очень быстро переключает внимание. Луни операции проводили под легким наркозом. Таким, чтобы ребенок дремал и оставался максимально неподвижным. Тем более, что Луна – девочка активная. Мы можем отпустить Луну домой почти на месяц раньше срока. Едут домой, встречают Рождество в кругу семьи. Они отогревают бока в Майами, потому что здесь все-таки для жителей Майами слишком холодно. Но не только температура воздуха обескураживает американских гостей. Самое сложное для Кэрол оказалось даже не операции и послехирургической реабилитации малышки, а действительность за пределами клиники. Например, купить в магазине лимоны. И продавец отдает мне обратно пакет и говорит что-то. Я отвечаю, я не говорю по-русски. Прошу, покажите мне, что делать с этими лимонами. Я уже говорю, мне это не нужно. А парень позади меня в очереди сказал, не волнуйтесь. Он взял этот пакет с лимонами, пошел, взвесил и принес на кассу. Теперь-то я понимаю, что надо делать в ваших супермаркетах. В следующий раз Кэрол и Луна приедут в Краснодар в конце января и пробудут в России целый год с небольшими перерывами. А с ними из Америки прилетят еще несколько пациентов, чтобы тоже вылечить гигантские невусы. На родине им помочь не смогли. Александр Проскурин, Станислав Бондурка, Нил Ракшак, Убань, 24, Краснодар. Сегодня в Краснодаре спустили с поводка троллейбусы. Они снова стали ходить по улице Красная, по центру города начали курсировать машины на автономном ходу. Эти транспортные средства изготовили на заводе в Вологде. По специальному техзаданию. Современные троллейбусы теперь ездят от Домбайской до же до вокзала Краснодар-1. Ксения Галич о всех преимуществах такого транспорта. Первые троллейбусные линии в Краснодаре были проложены в 1950 году по улице Красной. И когда были люди в 2019-го, там их решили демонтировать, это вызвало массу негодования местных жителей. Тогда городские власти на смену рогатым выпустили автобусы. И вот сегодня их вновь сменили 11 новых троллейбусов, но уже современных, с увеличенным автономным ходом. Здесь на основке Екатеринский зал у троллейбусов складываются их штанговые токоприемники. И дальше они уже идут на заряде от аккумуляторов. Новые троллейбусы способны двигаться на заряде аккумуляторов до 15 километров. Пока столько и не требуется. По факту машина остается без питания всего на 2,5 километра. Но потенциал такого транспорта позволит значительно расширить количество маршрутов, говорят в КДТУ. Перевозку пассажиров из новых, густонаселенных районов, которые не охвачены сейчас транспортом большой вместимости. Какие это районы сейчас уже в планах есть, известно? У нас есть и район Губернский, Восточно-Кругляковская, Панорама, те же Красных партизан, Немецкая деревня. То есть таких районов достаточно. Всего в КДТУ поступило 12 машин. 11 из них сегодня вышли в первый рейс, один оставили про запас. Краснодарцы уже успели оценить преимущества современных троллейбусов. Всем удобно, не только нам. И молодежи, и студентам, и школьникам, и пожилым. Очень хорошо. Спасибо вам. Спасибо городу. Есть зарядки, вай-фай, удобные теплые сидения. Это самое важное. Ну и, конечно, само пространство имеет значение, что уже не так ютимся, как раньше. Удобно даже водителям. Елена Богданова возит краснодарцев на троллейбусе почти 30 лет. Ей есть чем сравнивать. Мягкая машина, все под рукой, все очень удобно. Очень комфортно. Конечно, по сравнению с тем, что было, очень нравится. В этом году в Краснодаре модернизировали и трамвайный парк. Все вагоны также оборудованы по последнему слову техники. Мы подводим итог предварительный, я хочу подчеркнуть, итог большой транспортной реформы, направленной на обновление нашего подвижного состава, который работает у нас в муниципальном предприятии, трамвайно-троллейбусном управлении. В этом году нам удалось купить 47 новых единиц техники. Это гораздо больше, чем за последние 10 лет вместе взятые. Однако стремиться еще есть к чему. И план по обновлению автопарка на следующие два года уже составлен. Ксения Галич, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Краснодар. Это «Вечерние факты», и мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Мошенническую схему ввоза автомобилей без уплаты пошлин раскрыли на таможне Сочи. На границе задержали, а потом изъяли четыре иномарки с абхазскими номерами. Они сейчас находятся на штрафстоянке, как и 16 других дорогостоящих транспортных средств. В сопредельной республике цены на такие машины в разы меньше. В погоне за выгодой люди соглашаются на сомнительные схемы, которые предлагают зарубежные фирмы. Они устраиваются в компанию якобы на должность водителя, получают свидетельство о регистрации, трудовой договор, командировочное удостоверение и путевой лист, а иногда даже заполненные декларации. Но при прохождении таможенного контроля оказывается, все эти документы липовые. Может выявиться факт, что фирма, на которой оформлена соответствующая командировка, на самом деле не существует или прекратила свое существование. И в этом случае вся операция ввоза этого автомобиля будет признана незаконной. И вовлечет-повлечет за собой уголовное преследование. А вот продавцы от ответственности уходят, поскольку живут за пределами России. В Абхазии сформировался целый теневой рынок по продаже и оформлению автомобилей на территории нашей страны. Свои предложения они выкладывают на популярных интернет-платформах, социальных сетях и на форумах. В Ейске коммунальщики спасают после своей же чудовищной ошибки вид улицы Армавирской. Рядом с варварски кронированными голубыми елями высадили новые деревья. Шесть хвойных своими пушистыми ветвями закроют безжалостно оголенные стволы. Растение закупила подрядная фирма, которая и занималась обрезкой. Потратили порядка 100 тысяч рублей. Обещают, что будут пристально следить за тем, чтобы саженцы прижились. 80% даем смело, а там будем смотреть, как погода. Ну то есть, как бы мы же следить будем за ними. Так же самое. Поливать, удобрять, прикармливать. Напомню, две недели назад в Ейске разгорелся скандал из-за кронирования ели. И пышные ветви 12 деревьев почти по самой макушке спилили, чтобы водителям было видно знаки дорожного движения. В социальных сетях хвойники уже прозвали елка пальмами. Теперь ячане стараются следить за молодыми саженцами, чтобы в преддверии Нового года в городе не появились новые лесорубы. В Краснодаре наградили людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году дипломы от главы региона и премии в размере 100 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе и дети. Каждый из присутствующих в зале внес особый вклад не только в свою судьбу, но и в историю края. Спортсмены, художники, изобретатели и наставники. Для всех были подготовлены отдельные номинации. Например, 19-летняя Мария Мардвинцева из «Горячего ключа» с пяти лет создает на холсте шедевры. В ее коллекции уже 350 работ. В среднем на создание одной картины у солнечной девушки уходит 4 часа. Награда из рук вице-губернатора Кубани Анна Менькова получает за успехи в области культуры, литературы, искусства, науки и техники. В своем поздравлении Анна Менькова отметила, на Кубани ведется большая работа по поддержке людей с особенностями развития. Действуют реабилитационные центры, десятки общественных организаций, а для особенных детей более 50 специализированных школ и интернатов. Этот день станет для каждого из вас, кто сегодня получит признание государственным, особенным днем. Это в первую очередь признание ваших талантов, вашей силы воли и ваших особенных достижений. Но я уверена, что главная победа, которую вы одержали в жизни, это то, что вы стали примером для многих людей, для тех, кто в силу ряда причин стал инвалидом. Я на самом деле, многих из вас знаю лично, общаюсь, и, конечно, чаще всего в рабочих каких-то моментах, и хочу сказать вам, что я вами восхищаюсь. Вы сегодня пример не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, вы сегодня пример для абсолютного большинства людей. Сейчас на Кубани более 400 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. За 26 лет существования губернаторской награды признание получили около тысячи человек. И экскурсия, и лечение. В Краснодаре для детей с патологиями мозга и нервной системы провели занятия по ипотерапии. Это особая процедура, когда дети контактируют с настоящими спортивными скакунами. Такое общение с животными благотворно влияет на психику ребенка и укрепляет физически. Особенных школьников вместе с родителями пригласили в конно-спортивный комплекс. Вместе с ними на ипподроме побывала Анна Горлова. Это лошадка тоже серой масти. Не совсем серый. Не совсем серый. Видите, какой темный он родился. И видите серенькие волоски на нем. Вот так вот он скоро посидеет, посереет, поменяет цвет и будет вот точно такой же, как его папа. С обитателями комплекса детей знакомит Ольга Шатохина. За больше 10 лет она ипотерапевт. Помогает особенным детям справиться с последствиями своих недугов. Были сложности, когда в октябре месяце к нам приехало очень большое количество учеников. И мы буквально не справлялись. Потому что дети разбегаются, им все интересно. Им везде хочется потрогать, всех потрогать, всех посмотреть, там залезть, там пощупать. Много желающих и прокатиться на скакунах. Повышенного внимания их готовили с малых лет. Мало того, что эти кони спокойнее других, так еще и шаг у них самый ровный. Кроме того, садиться верхом на таких можно с обеих сторон. Движение животного при ходьбе действует на тело ребенка как массаж. Ипотерапия – это и психологическая разгрузка, и физкультура в одно флаконе. Здесь нам очень понравилось, конечно, много животных. Дети получают полную релаксацию, узнают побольше о животных, преодолевают страхи. Здесь атмосфера очень такая приятная. Ребятам очень понравилось. Я смотрю, многие раскрылись. Многие ребята с удовольствием провели время. Все довольны, глаза счастливые. Занятие уже третий год проводит некоммерческая организация «Крылья». В 2019-м по президентскому гранту ей было выделено полмиллиона рублей на реализацию проекта. Данный проект – ипотерапия, реабилитация средствами, вот такими методами, является уникальным в крае, потому что насчитывается мало таких организаций, которые владеют такими ресурсами. Ну и поэтому была оказана поддержка со стороны президентского фонда грантов. Губернаторам Краснодарского края поставлена задача создать сеть ресурсных центров в поддержке некоммерческих организаций в Краснодарском крае. Записаться на прием к скакунам может каждый желающий. Занятия проводят бесплатно. Анна Горлова, Станислав Бондурко, Денис Горбунов, Кубань, 24, Краснодар. Продолжаем выпуск. Разговор по делу. Краснодарские бизнесмены обсудили эволюцию малого предпринимательства на Кубани. Встреча прошла в рамках реализации национального проекта развития МСП в стране. Спикеры рассказали о мерах государственной поддержки. Ключевая роль властей – образовательная. Именно на этапе ликбеза начинающему предпринимателю будет легче сориентироваться в море акул бизнеса. Предпринимательство, это нужно понимать всегда, это риск, это ответственность и это большая нагрузка. Поэтому образовательные платформы, на наш взгляд, являются в первую очередь фильтром, который позволяет не совершить ошибку на пути становления. Мер государственной поддержки на сегодняшний день очень много. Но просто предпринимателю, который сам себе и жрец, и жнец, очень сложно разобраться во всем этом нормативном поле. Для этого существует инфраструктура поддержки. Перед гостями форума выступили опытные предприниматели. Они поделились навыками ведения бизнеса. И в продолжение темы начать бизнес с нуля реально. Это доказала теперь уже успешный предприниматель Юлия Старикова. Девушка переехала в Краснодар из Новосибирска. Работы в новом городе не было. О собственном бизнесе и думать было страшно. Но Юлия попала в школу молодого предпринимателя и прошла там обучение. Теперь у нее своя студия по аэро-йоге. Мы проходили бухгалтерские азы, юриспруденцию, налогообложение, маркетинговая программа, воронка продаж. И я уже на первых уроках, на первых занятиях, которые я посещала в школе молодого предпринимателя, поняла, что это можно применять для того, чтобы начать свое дело. Сейчас Юлия Старикова показывает пример начинающим предпринимателям, формат школы только одна из форм поддержки, которую может получить каждый, кто планирует открыть свое дело. А чтобы сделать этот путь проще, Министерство экономического развития запустило проект «Мой бизнес». На официальном портале Краевого департамента инвестиций можно найти информацию о формах господдержки предпринимателей на Кубани. Вы смотрите «Вечерние факты». Спасибо, что остаетесь с нами. Новый год в новой квартире. Несколько сотен краснодарских семей, наступающий 2020 год, встретит уже в статусе счастливых новоселов. В минувшую субботу состоялась торжественная сдача нового литера, самого любимого горожанами микрорайона «Губернский». По сложившейся традиции, раньше намеченного срока. Подробности в сюжете Константина Перминова. 30 ноября стал праздничным днём для 390 счастливых семей в Губернском. Несмотря на дождь царило праздничное настроение, для жильцов седьмого литера «Югстроинвест» подготовил насыщенную программу. Новосёлы весело проводили время, ознакомились с соседями и осматривали квартиры. «Планировка нравится». «Район очень хороший». «Район очень хороший». «Инфраструктура здесь». «Секарная». «Мы сами местные, поэтому удивлены были приятно». «Садики, зонопорбики, зонопородыха, спортивные площадки просто замечательные». «Очень нравится. Я приехала издалека, как увидела этот район 2 года назад, я влюбилась в него». «Квартира хорошая, мы её посмотрели. Это у нас четвёртая квартира от «Югстроинвеста». Мы всем рекламируем, нам очень нравится ваша компания. Мы всем знакомы, мы друзьям предлагаем купить квартиру именно у этого застройщика. Большое спасибо вашему застройщику. Всегда квартира сдаётся раньше срока, всегда всё в ней хорошо. Качество хорошее, нам очень нравится. «Седьмой литер» стал пятым домом Губернского с данным эксплуатацией группой компаний в 2019 году. Все районы застройщика индивидуальны, каждый из них компания продумывает до мелочей. Соблюдаются принципы комплексной застройки, в районах обустраивается вся необходимая для жизни инфраструктура. Так, у «Седьмого литера» расположена воркаут-площадка и две живописные аллеи с зонами отдыха, барбекю и роллер-дромом, в 100 метрах автобусная остановка, а также два детских сада, школа, крытый тренажёрный зал, специализированная площадка для выгула собак. В Губернском созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Это торжественное событие не только для новосёлов, но и для всей группы компаний «Югстройинвест». Мы сделали всё возможное, чтобы жителям «Седьмого литера» было уютно в их новых квартирах, а в шаговой доступности у них было всё необходимое для комфортной жизни. Вся территория микрорайона благоустроена, а дома возведены по высоким стандартам качества, что в очередной раз послужит нашим новосёлам гарантией стабильности и уверенного постоянства. От имени генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива «Югстройинвест» поздравляю всех новосёлов «Седьмого литера» с праздником. За 16 лет работы «Югстройинвест» не раз был удостоен высоких региональных и федеральных наград. Входит в топ-3 лучших застройщиков нашей страны на счету компании 166 комфортных, уютных домов, 15 социальных объектов, более 3,5 миллионов квадратных метров возведенного жилья и более 150 тысяч счастливых новосёлов. Компания, одна из первых в России, успешно перешла на новую систему работы с эскроу-счетами. Можно с уверенностью сказать, что выбирая «Югстройинвест», новосёлы выбирают счастливое будущее. Константин Ферминов, Наталья Рогосная, Кубань-24, Краснодар. Движемся далее. Истории больше 40 бойцов Великой Отечественной войны собрали в одной книге в Армавире. Там прошла презентация альманаха «Живая память Великой Победы». Над изданием работали студенты местного социально-психологического института. Прямо на презентации учащиеся защищали проекты, в которых рассказали о подвигах своих прадедов. Подготовку младшего поколения оценили ветераны войны. Такая книга нужна, особенно молодёжи. В ней хорошо сказано там, какая была война, как воевали их деды, бабушки и так далее. Молодцы! Мне очень понравилась эта книга. Презентация альманаха – это часть масштабной социальной акции, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы. В рамках этого же проекта студенты и школьники высадили 75 дубов возле мемориального комплекса в хуторе «Красная поляна», а также у памятника маршалу Георгию Жукову. Саженцы выращивали сами на протяжении нескольких лет. Мы сажали сначала в горшочки, потом в землю. Во втором классе подросшие молодые дубочки усаживали у памятника маршалу Жукову. Теперь деревья будут радовать ещё не одно поколение. Экземпляры альманаха должны появиться в каждой библиотеке Армавира. И в финале выпуска сотни литров напитка богов в одном месте. Первый фестиваль истории российского вина прошёл в Краснодарском центре «Типография». Свои лучшие образцы привезли кубанские и крымские производители. Несколько сотен гостей смогли не только попробовать ассортимент, но и пообщаться с признанными экспертами отрасли. Станислав Бандурко побывал на винном празднике. Культуру потребления вина здесь сравнивают с искусством, а сам напиток считают самым благородным. Фестиваль стал местом единения нескольких сотен любителей изысканно отдохнуть. Этот фестиваль – одно из немногих мест, где прямо на входе вам вручают бокалы. Ещё через пять минут наливают вино лучших производителей Юга России. Удивительно, но в столице региона, где производят больше трети всего российского вина, такое проходит в первый раз. В одном месте продукция 12 брендов, как крупных заводов, так и частных виноделин. Для них это возможность получить мгновенную обратную связь и рассказать о тех винах, которые в скором времени станут лидерами продаж. Очень интересные сорта. Белое вино из четырёх сортов. Потрясающий купаж, в котором чувствуется абсолютно каждый сорт. Очень сложная работа виноделов. И второе вино, которое мы привезли из этой линейки, это стопроцентный автохтон. Сапирави красностоп и цемлянский чёрный. Потрясающее вино. География вин традиционна. Тамань, Анапа, Темрюк, Крымск, а кроме того, Северский район. Кубанский потребитель искушённый, но нам есть чем его удивить. В один голос утверждают и крымские виноделы. Своим преимуществом гости с полуострова называют особый теруар, то есть характер местности, где был выращен виноград. Ведь каждый фактор, от почвы до освещенности лозы, влияет на вкус напитка. На пробу здесь не только вино, но и сыры, колбасы, устрицы и прочие деликатесы. Но не одними дегустациями ценен фестиваль. Спикерам на многочисленных лекциях удалось охватить почти всю историю российского виноделия. От греческих колоний до современного производства. Это очень здорово, потому что продвигает российское, в первую очередь, кубанское вино. Хотя мы видим здесь из 12 предприятий три предприятия крымских. Это шаг вперёд по развитию виноделия, развитию культуры потребления вина. И, в общем-то, привлечению людей, я не побоюсь этого слова, к здоровому образу жизни. Сейчас на рынке кубанских вин доля напитков из собственных ягод достигает 70%. И уже точно можно сказать, этот год для местных производителей заканчивается успешно. Как подсчитали в Краевом Минсельхозе, к концу декабря в регионе сделают свыше 22 миллионов декалитров вина и шампанского. Станислав Бондур, Канил Ракша, Кубань, 24, Краснодар. Это все новости на сегодня. Мои коллеги уже готовы рассказать о погоде на завтра. Желаю вам хорошего вечера. Увидимся. Кубанская зима. Расскажите снимок, сделанный со спутника. Итак, дорогие мои, мы находились в зоне антициклона. В зоне высокого давления, который охладил воздух, произошло выхолаживание. Температура резко упала. Этот антициклон сдвинулся. И вот со стороны запада к нам приблизился небольшой фронт. Он пройдется по всему краю. Скорее всего, принесет дождь. В предгорьях мокрый снег и усилит ветер до 7-12 метров в секунду. Зато давление в крае в абсолютной норме. Теперь внимание на карту края. Разберемся с температурами. Начнем, как всегда, с востока. В Тихорецке до 6. В Кропотке, Неармавире до 5. Тепла в Лобинске плюс 7 в среднем. В Майкопе и Белореченске до 9 градусов. На север и на запад давайте теперь переместимся. В Ейске, Каневское плюс 4,6. Синоптики обещают в Кущевской, Ленинградской. Такая же картина. В Приморско-Октарске в дневное время до 6 с плюсом. В Темрике, в Славянске, на Кубани плюс 8. Жители Крымска ждут плюс 7-9. Горячих ключей около 9. Абширонская, Хадыжинск у вас плюс 7. Переносимся теперь на теплое Черноморское побережье. Анапа, Новороссийск, Геленджик. 10-12, Туапсе плюс 12. И в Сочи плюс 11. Обещают синоптики ветер в крае. В Юго-Восточный порывистый 12-16 метров в секунду. Давление в относительной норме. Температура воздуха ночью минус 1-6. Местами до минус 8. Теперь про Краснодар вам расскажу. Утро довольно-таки прохладное. Минус 2,0. Зато в дневное время столбики термометров, несмотря на дождик, покажут до 9 тепла. И вечером комфортный для этого времени года. Плюс 2, плюс 4. Ветер, правда, порывистый. Юго-Восточный до 10 метров в секунду. Давление чуть-чуть выше нормы. Далее рубрика «Погода по заказу». Поздравление к нам пришло в редакцию. Романюк Елена Петровна. Сегодня именинница с днем рождения. Лену поздравляют родные, близкие, мужи, дети, свекры. Вся-вся большая семья. Будь счастлива и здорова, написали нам они. Ну а погода в Незамайевской вот такая. Минус 1,0. С утра плюс 2,4. В дневное время синоптики обещают и плюс 1, и ноль в вечернее время. Дождик может пойти в любую минуту. Ветер довольно-таки порывистый. Юго-Восточный 13 метров в секунду. Давление в относительной норме. Движемся далее. На прошедших выходных случилось в Новоловинской замечательное событие. День рождения хорошего человека. Мама Нины и папа Саша поздравляют с праздником доченьку Ларису Матвееву. Желает ей здоровья, достатка и удачи во всем. Также погоды хорошей. Ну погоду хорошей, конечно, не назовешь. Посмотрите, минус 1,0 с утра плюс 4,6 и дождик в дневное время и 0, плюс 1 вечером. Так неприятненько, морозненько, зато очень уютно. Ветер вот сильный, юго-восточный, 10-14 метров в секунду давление в относительной норме. А у меня на этом все, друзья. Вам тоже счастья и хорошего уютного вечера.